Это у нас 6 октября. Мы вышли с Колей погулять. Коля! Идём смотреть один музыкальный театр. После музыкального театра у нас среставрировали фонтаны. Смотрите, какие красивые. Я такие ещё не видела. Коля говорит, что они вроде как ещё с советских времён. Только не работали много лет. И вот в конце лета осенью уже их среставрировали. Вечером, говорят, они ещё и подсвечиваются красиво. Сейчас посмотрим. И тоже фонтанчики. Сегодня погодка просто шикарная вообще. Здесь октябрь будет такой же тёплый, как в том году. Мне очень нравится сочетание церкви, собора, фонтанов, высоток. Ну и погода, естественно, чудесная, солнечная. Сегодня где-то до 27 у нас очень тепло. Сейчас как раз обед. Премьера Аида Джорджа Бейрорде. Мы ещё в Коле ни разу не облегчались. Хотя моя кума с сестрой регулярно сюда приезжает. Тут, кстати, тоже отреставрировали озеленение. Очень всё такое зелёное. Красивые цветочки. Всё-таки тут и пахнет. Лавочки здесь новенькие. Все фоткаются, гуляют. Как красиво здесь, мне нравится. Ну, красота же. Так, пусть мы тому же, к которому мы ушли. Ну, минут сорок, а то и час почти шли от центра. Далековато находится. Это ЖК Культура. На обережной, не от центра. Хорошо, от набережной. Я хочу жить возле набережной. Не хочу жить такой живой мира. Это улица Нанса на начало. Тут прям строится несколько ЖК. Там ЖК Притяжение. Вот. Это ЖК Культура. И там ещё какой-то дом строится. Вот. У Коли говорится, что тут ипотека от 8%. В отличие от того, что предлагают в банке от 23. Я что-то не хочу здесь жить очень далеко. Неизвестно, когда квартира будет сдаваться. Так, большая доставка домоката. Два пакета. Сегодня у нас 1 октября. У меня 1 выходной утро. В холодильнике шаром покатит. Поэтому собралась готовить кушать. Так, давайте посмотрим, что я заказала. Я ещё даже не смотрела. Так, такие вот котлеты с говядиной были по скидке. Их тут, конечно, мало всего 4 штуки. Я взяла для сына. Он у меня небольшой любитель того, что я буду готовить. Поэтому. Так, взяла вот такой вот, слово мясника, гуляш. Хочу делать, в общем, с кабачками потушить. С картошкой, с кабачками. Запечь, в общем, в духовке. Так, молоко у меня закончилось. Взяла такую большую упаковочку. Так, кабачки. Вот как раз для мяса. Картошка у меня есть. Так, булочка помялась. Естественно. Так. Дальше вот такой вот рис. 5 пакетиков для варки. Самокатовский, надеюсь, вкусный будет. Попробуем. Так, первый пакет. Все. Дальше. Вот такой вот. Вот такие вот чипсы были за 1 рубль. Из свежего картофеля. Тоже самокатовский попробуем. Так, дальше. Что-то у нас с пакетом. А, это у меня лук. Такой вот, что я сделала лук. Морковка. Опять же, чтобы готовить. Делаем немножко помидор. Немножко пакет порвался. Ну, вроде целые, да. Вафли. Ой, какие они маленькие. Чуть-таки я думала, больше не увидела. Тоже для сына взяла. Думала, большие. И хочу сделать еще ментай. Рыбу хочу. Или в панировке, или под морковной шапочкой. Не знаю. Посмотрим, захотелось мне рыбки. Вот такой вот идет порционный филе без кожи. 500 грамм. Именно самокатовский тоже. Вот. Получилось все это на полторы тысячи. Там у меня был промокод. И за один рубль с акцией, в принципе, получилось довольно выборное. Моя корочка с соусом терияки. Корочка с индейкой. Готова. Очень, кстати, вкусненько получилось. Потом я сварила спагетти с сыром. Там у меня брынза. И сделала большую кастрюлю еще оливьишки. Себе порезала Дина яблочко. Коля не любит с яблоком. А я обожаю просто с яблочком оливьишку. И сейчас я вам покажу еще пустые баночки. Так. Я уже собралась. И пройдите, чем выходить. Пока дочка еще что-то так и не ответила мне. Расскажу вам про пустые баночки. Что-то в этот раз они как-то у меня очень быстро накопились. В прошлый раз я вроде много вам рассказала. И что-то как-то опять они появились. Значит, закончилось у меня два или три средства от Фаберлик. Значит, самбо дрио. Это летняя новинка была. Я тут перелила вот это жидкое мыло. Поэтому у меня получилось зеленое на дне. Вообще оно голубое. Такой яркого цвета. Голубой. Освежающий. Очень приятный гель. Особенно полюбили его мои мальчики. Муж и сын довольно часто им пользовались. Очень приятный аромат. Хорошо пенис. Отлично проводит кожу. Им ничего не сушит. Мне немножко подсушило. Но я всегда пользуюсь после геля. После душа каким-нибудь увлажняющим средством. Им же было достаточно. Большой объем. 500 миллилитров. Хотела надолго. В общем, классное средство. Мне очень понравился этот лимитированный гель. А вот это жидкое мыло также из этой же серии. Что-то у них с этикетками непонятное стало. Раньше у них не было такого. Она почти вся облезла. Вот зеленая серия мне не очень понравилась. Она у нас стояла в ванной довольно долго. Что-то как-то аромат немножко такой травянисто-какой-то непонятный. Не такой себе. Трофюстрянисто-парфюмированный. Они очень мне понравились, честно говоря. Написано, что с ароматом густых тропических лесов. Ну, наверное, да. Все-таки голубой-оранжевый мне понравился больше. Ну, мыло как мыло. Хорошо промывала руки. Также пенилось неплохо. Вот. Но не скажу, что мне очень оно понравилось, конечно. Так. Вот такой нейтрализатор запаха перелила сегодня в другую упаковку. Хороший нейтрализатор. Кстати, заказывала на Валдберес. Использую для рабочих кроссовок. Когда постираю их, использую его. И тогда уже особо никакого неприятного запаха после рабочей смены нет. Раньше была какая-то проблемка. В общем, хороший нейтрализатор. Вот какого-то ярче бренд называется. В общем, неплохой. Понравился. Возможно, буду повторять. Он у меня еще есть пока потом. Так. От Клеона. Вот такой вот скраб. Сладкая карамель. У меня сейчас зеленый такой в уходе. Очень классный. Пахнет действительно жженой. Такой вкусной сладкой карамелью. Он был сахарный. Он отлично скрабировал. Не скажу, что он сильно увлажнял кожу. Не питал. Но скрабировал отлично. Я после рабочей смены на бедра, на ноги, на все наносила. Приятное такое ощущение было. От чистоты скрабировал. С чистой такой отскрабленной кожи, так скажем. Хороший скраб. Мне понравился. Так. Вот. Тропикал Манго. Вот такой вот крем для тела. С Манго. Органик Шоп. Нравится мне эта серия с Манго вообще. Не скажу, что аромат очень приятный. Ну, такой тропический Манго. Но не сильно яркий. Все-таки Фаберлик. Вот серия Витаманя. Последняя там Маракуйя. Вот этот аромат мне больше нравится. Аманда, ну, такой средненький. Хотя пользоваться было им приятно. Он действительно хорошо увлажнял. Быстро впитывался. Не оставлял липкой пленки. В целом, неплохой кремушек. Но повторять не буду. Здесь было 200 мл. Хватило, кстати, надолго. Вот такая вот мицеллярка от чистой линии в коробочке. Мне попадалось 3 в 1. Плюс гиалурон. Снимает макияж. Успокаивает, смягчает. Я использовала в основном ее для снятия макияжа с глаз. И немножко все-таки, когда она попадала в глаза, она мне их щипала. Что я не очень люблю. Вернее, совсем-совсем не люблю. Поэтому как мицеллярка не очень мне понравилась. Возможно, она действительно спягчает. Содержит экстракт эрозы, действительно. Ну, не знаю. Экстракт масел. А не скажу, что мне очень понравилась. Средненькая. В принципе, на свою стоимость и работала, да. Так, от Mixed 2 средства закончилось. Еще из моих запасов прошлогодних. Это был вот такой наборчик. Гель для душа плюс крем для тела. Дочка мне его отдала, что-то она не стала им пользоваться. Хотя мне он понравился. Аромат тропических фруктов. Действительно был приятный аромат. Ну, он больше жвачка для меня, чем тропических фруктов. Такая ярко-розовая упаковка приятная. Быстро впитывался. Тоже хорошо увлажнял. В целом, неплохой. Вот, как вот, они вдвоем действовали для меня одинаково. Только отличались ароматами. И этот был погуще. Этот более жидковатый. Шампунь. Вот такой вот. Это Liquid Keratin Shampoo. Не знаю, сейчас есть ли они в продаже или нет. По-моему, есть. Преображающий. Жидким кератином, растительным экстрактом и витамином. Он был очень-очень густой. Вот под конец его осталось совсем чуть-чуть. Я его оттуда еле-еле выбила, честно говоря. Сегодня утром, когда мыла голову. Хорошо пенится. Отлично промывает волосы. Не знаю, как носить жидкого кератина, что он преображает. Но шампунь, в целом, неплохой. Если стоимость там его рублей 200, то, в принципе, можно было, можно и взять. Так, от Балия. Вот такой вот гель для душа. Гавайи закончился. Гавайи Dreams. Покупала на Wildberries, по-моему, да. Захотелось мне познакомиться с этими ароматами. Он был такой гелевый, голубого цвета. Аромат написано Гавайев. Ну, не знаю. Вот сколько у меня было. Я брала 2 или 3. Геля от Балия. Они меня разочаровали своими ароматами. Упаковки красивые, яркие, такие красочные. Написано, что это аромат кокоса. Не знаю, по мне, так это какой-то химический парфюмированный аромат. Это отдаленно, отдаленно минутками кокоса. Не знаю, что-то мне он не очень понравился, честно говоря. И вот я как-то знакомилась. Больше у меня не возникает желания с ним знакомиться, с этим брендом. Так, еще от Фаберлик вот такая вот маска, разогревающая красный перец. Сегодня, кстати, ее добила как раз. Нанесла минут на 15. Так как у меня волосы сейчас выпадать начали, то это больше, конечно, вызывает рост волос. Она действительно густая. Она разогревает действительно очень хорошо. Я ее держала минут 15, потом я еще смыла волосы. И у меня еще очень долгое ощущение вот этого вот жжения на волосах осталось. Написано, содержит перец и масло у смы. Масочка неплохая, хорошо питает, увлажняет. Волосы, кстати, с ней выглядят очень симпатично. Такие переливающиеся, ухоженные, блестящие. Видите, как блестят? Хотя я уже 300 лет не красилась. Только слегка уложилась, выровняла волосы феном и все. Хорошая маска. Насчет роста волос не скажу, но разогревает действительно эффективно. Так, вот такой еще закончился от Фаберлик. Это дневной, по-моему, крем. Ему уже было 300 лет в обед. Куркума. Вот. Он у меня тут уже засох на дне. Ну, пахнет куркумой. Вот. Серия неплохая. Для возрастной кожи обычно подходит. Она такая густая, питательная. У меня вся серия была. Так, от Тресома. Вот такая вот восстанавливающая маска 3 в 1 для поврежденных волос. Хорошая, густая, питательная маска. Отлично увлажняет волосы, питает. С биотином, протеинами, в общем, все дела. Ну, у Тресома, в принципе, неплохие средства для волос. Не скажу, что они мне очень сильно нравятся, но в целом они плохие. Вот такая сыворотка-бустер от Фаберлик. Я вам говорила, что в заказе Фаберлик, что я заказала себе новую, потому что вся серия у меня еще это есть, а сыворотка закончилась первая. Потому что здесь 30 мл. Как-то она очень быстро у меня подошла к концу. Она густая, гелевая, хорошо впитывается, увлажняет кожу и хорошо подходит как базар под макияж. Понравилось. Так, два средства у сына закончилось. А где они? Я вижу только одно. А второе, наверное, выкинула. В общем, вот прыщиков, я им покупаю разные средства на Валдерес. Отликатов, соцконтроль вот такой вот с цинком и витамином D3. Крем для лица для точечного нанесения. Ну, если пользоваться регулярно, мне кажется, любые средства будут действовать неплохо. Но он у меня действует, он у меня использует их только, когда я его начинаю пинать, напоминать, добавить, нанеси. Он очень этого не любит. Хотя кожа проблемная и нужно ухаживать за ней. Вот когда он начинает регулярно ухаживать, когда я его заставляю, то действительно прыщиков становится намного-намного меньше. Так, и это средство вполне показалось себе неплохо, да. Так, закончилось у меня декоративное два средства. Вот такой вот консилер от Wet n Wild. Вот, 300 лет в обед ему было. Заказывала когда-то на Wildberries. Консилер средней плотности. Неплохо скрывает синички. Неплохо убирает тверные круги под глазами, не забивается в морщинки. Но он такой, средней плотности. Я люблю чуть-чуть поплотнее. От Cabaret. Вот такая вот подводка попалась мне в коробочке. Что-то как-то не особо я ее поняла. Я редко ее пользовалась. Вообще сейчас очень редко делаю такие черные стрелки. В основном или цветные, или вообще не делаю стрелок. Поэтому она у меня быстро засохла как-то. Так, и вот такой вот последний от Ифраше. Покающий крем для снятия макияжа серия с ромашкой Bio. Это был действительно крем. Густой крем для умывания. Он совершенно-совершенно не подходил как для снятия макияжа. Ну, здесь в принципе... Хотя нет, написано для снятия макияжа. Не знаю. Он очень плохо смывал макияж. Только если у меня не было на глазах никакого яркого, ничего, тогда да. А так у меня вот остались такие вот черные круги панды. Мне приходилось идти быстрее и смывать это все мицелляркой. Не понравилось. Вообще не поняла его, честно говоря. Может, я что-то делала не так. Хотя вроде бы я все делала по тому, что здесь написано. Нанести бережно, удаляет. Ну, успокаивает, очищает, не вызывает сухости. Ну, сухости действительно не вызывает, но макияж очень бывает плохо. Если только какой-то легкий, не особо стойкий макияж. Может, и смоет, но у меня обычно он не справлялся ни с чем. В общем, мне он не понравился. Хотя, помню, стоил небюджетно. 125 миллилитров было здесь. Я обычно после него еще использовала какой-нибудь другой гель, который более эффективный. Вот такие у меня были пустые баночки в этот раз. Так, очередные две коробочки красоты. My Beauty Meditation и Be Strong. Давайте начнем с верхней. My Beauty Meditation. Так, что у нас тут есть? Смотрим, смотрим. Так. О, это мне уже нравится. Шаума. Мицеллярный уход. Шампунь с экстрактом пиона. 300 лет ничего не брала от Шаумы. Такая симпатичная упаковка у них стала. Так. От DAF. Ухаживающий крем-гид для умывания. Гладко сияющая кожа. Маленькая упаковочка. 50 миллилитров. Как раз самое то, чтобы попробовать потом. Так, это у нас ежедневный детокс. Daily Soap. Это какие-то БАДы. Я так понимаю, да. 60 капсул здесь. Подходит. Так, меди, хром, дополнительный сокик магния, цинка, железы. Вот такая вот интересная штучка. Такие вот капсулки. Симпатичные детоксы называются. Так, следующее, что здесь есть, это от Рексоны. Вот такой вот дезик. У меня такой уже есть, кстати, очень классный. Приятно пахнет такой нежненький аромат. Так, от Тресоны термозащитный спрей для пораженных волос 16 в 1 с биотином и аминокислотами. Супер. Так, вот такая заполочка интересная появилась. Это как раз крабик такой вот убирать челку удобненько будет. Два пробника от Эрбориан. Супер Би-Би. И какой-то розовый праймер. Ах, классно. Так, вот такой от брахотных ручек крем-флюид для рук влажнения прогулка в дождь. У меня уже есть такой, но удобно брать с собой в сумочку, поэтому пригодится. Мицеллярка такая недавно у меня закончилась. Вода плюс гиалурон. Но она мне не очень понравилась, честно говоря, она мне щипет глаза немножко. Поэтому, скорее всего, пойдет на подарочки. Может, кому-то она понравится больше. Так, вот такой вот гель для душа секрет. Купаж цветочных масел от Камэй красного цвета. Еще такой не видела. Аромат сандала и ванили. Ну-ка, давайте заценим. Я не особо люблю, кстати, гели от Камэй. Сколько у меня их было, что мне ароматы не очень нравились. Но это такой цветочный аромат. Попробуем в душе. Надеюсь, он раскроется хорошо. О, сыворотка черного жемчуга. 5,5% с кваланом. Сыворотка, бустер с неоцинамида. У меня есть несколько сывороток черного жемчуга. В целом, они не нравятся. Хорошие сыворотки. Так что пригодится. Сыворотки я люблю. Так, все, да? Вот такой вот составчик. В принципе, неплохой. Мне нравится, что здесь есть и бат, и шампунь, шаума, и сыворотка. Сыворотка. В общем, и гель до душа. В целом, хороший составчик. Мне понравился. На четверочку из пяти, так скажем.